МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы переходим к следующему большому разделу. Модели и региональные стратегии организации церквей. Это одна из моих любимых тем, поскольку подходов к основанию церквей великое множество. Равно как и практических примеров их реализации в разных странах. Я постараюсь наглядно показать, как церкви формируются, воспроизводятся и охватывают проповедью Евангелия целые регионы. Итак, предлагаю начать с того, что принято называть основанием церкви с нуля. Речь пойдет об организации общин там, где их раньше не было, или там, где христиан очень мало. Иначе говоря, в этом смысле вы первопроходец. Вам предстоит трудиться в нехристианизированных регионах, в составе коллектива основателей, а то и в группе из двух-трех человек. Но, по сути, вы будете возделывать целину. С чего же начинать и как это делать? Раньше традиционно поступали так. Как правило, основатели-одиночки. Они, подобно десанту, вместе со своей семьей высаживались в определенном месте, то есть в каком-то городе, и на первых порах практически в одиночку начинали проповедовать Евангелие и приводить людей ко Христу. Индивидуально. Без команды. Действительно, как десантники высаживаются на ту или иную территорию для выполнения поставленных задач. Так и они. Приезжают и стараются сдружиться с местным населением, чтобы достичь его Евангелием Христа и со временем сформировать ядро по местной церкви. Так вот, этого одиночку основателя первопроходца-десантника ждет немало испытаний. Во-первых, ни один миссионер-основатель не обладает всеми духовными дарами. Во-вторых, круг людей, которым он физически способен благовествовать, весьма ограничен. Скорее всего, в какой-то момент он придет в уныние без должной поддержки со стороны команды или других христиан, если таковые вообще будут. Вот почему процент несостоявшихся проектов такого рода весьма высок. Основатель теряет вдохновение, дела начинают идти медленно. Вместе с тем, организованных подобным образом церквей немало. Но ключевой фактор успеха в данном случае исключительная одаренность и целеустремленность основателя, который на начальном этапе трудится на новом месте в одиночку. Учитывая все это, такой подход к организации церкви мы обычно не рекомендуем. Второй подход называется колонизационным или коллективным. Основатель приезжает на свое миссионерское поле не один или с семьей, а в составе команды основателей. Как правило, это три-четыре семьи. Они прибывают на место, обживают свое новое жилище, возможно, устраиваются на работу и затем приступают к организации общины. Преимущества такого подхода довольно очевидны. Ядро церкви, по сути, уже имеется в лице самого коллектива основателей. Они могут молиться друг о друге, поддерживать друг друга, применять свои духовные дары. Таким образом, динамика проекта будет зависеть не от одного сильного, высокопродуктивного миссионера, а от команды целиком. Это вдвойне значимо в ситуации, когда основатель вынужден сам зарабатывать себе на жизни, свободного времени у него мало. При наличии команды каждый несет ответственность за какой-то определенный аспект общего дела. Всем желающим пойти в организацию церкви этим путем, необходимо учесть следующее. Прибывая на место с уже готовым коллективом основателей, фактически с ядром будущей общины, важно убедиться, что все члены группы обладают единым видением, имеют общие ценности, придерживаются одних и тех же богословских взглядов. У них должно быть единое представление о будущей общине, единая концепция служения, допустим, в благовестии. То есть в целом они должны демонстрировать единство взглядов и подходов. Конфликты здесь недопустимы, иначе команда рискует распасться, так и не начав работать. По этой причине я рекомендую посвятить какое-то время сплочению коллектива, составить график общения, совместной молитвы, продумыванию стратегии благовестия, выбору наилучших методов и так далее. Итак, на предварительном этапе займитесь командой образования. Что еще необходимо помнить в связи с данным подходом? Нельзя создавать у окружающих впечатление, что миссионерская группа — это некий замкнутый коллектив, где все друг другу близки друзья-приятели, где все друг друга знают, где все друг с другом на короткой ноге и вообще больше похожи на родственников. Что происходит? Когда в такую группу приходит посторонний человек, у него возникает ощущение, что он находится в семье, где все друзья, все друг друга знают, а кто я? Просто посторонний, мне тут места нет. Так вот, чтобы подобных чувств у человека не возникало, группа должна быть в высшей степени открыта к новым людям, должна радушно встречать и принимать в свои ряды тех, кто, если Бог даст, составит ядро будущей церкви. Что еще? Если команда основателей состоит преимущественно из иностранцев, или даже соотечественников, но из других регионов, например, когда миссионеры с севера приезжают, чтобы организовать церковь на юге страны, у местных жителей может возникнуть впечатление, что это община для иностранцев или мигрантов, то есть соотечественников или земляков, самих основателей. С таким восприятием мы однажды столкнулись в Германии. Мы трудились на юге страны, где традиционно преобладают католические общины. Поэтому большинство протестантов в этом регионе – люди приезжие, как правило, переехавшие туда с севера. Отсюда стереотип – протестант, значит, северянин. С ним пришлось побороться. Мы делали все возможное, чтобы наша церковь наполнялась местными жителями, с их местными диалектами и с их местным жизненным укладом. К счастью, церковью для иностранцев мы не слыли. Вспоминается еще один проект по организации, опять-таки, церкви в Германии, который осуществляли миссионеры из США, команда из нескольких семей. В каждой из них было по нескольку детей. По воскресеньям они всегда держались вместе и общались на родном английском языке. Впрочем, так же поступали их родители, не вполне владеющие немецким. Так вот, однажды к ним церковь зашел немец, погляделся, услышал исключительно английскую речь и подумал, что это церковь для американцев или, возможно, международная церковь. А где же немецкая община? Вывод. Если коллектив основателей приехал из-за рубежа или другого отдаленного региона страны, убедитесь, что вы не создаете образ себя как иностранной церкви, или, точнее, некой экзотической церкви, не для местного населения. И все же работа в команде — это огромное преимущество. Одна из церквей, фото которой я покажу вам позже, это церковь из Нейбервилля. Формирует небольшие команды и отправляет их для организации новых общин в разные города. Так, в Канзас-Сити и другие места оттуда отправились 25-35 человек. Фактически, это группы из нескольких семей, которые готовы переехать на новое место жительства, найти там работу и заняться основанием новой общины. Понятно, что большинство из этих основателей — люди, одаренные, уже плодотворно служащие Богу в своей домашней церкви, подготовленные к самым разным видам служения — музыкальному прославлению, проповеди, проведению групп и так далее. То есть это квалифицированный церковный коллектив из обычных прихожан, готовых ради своего призвания сменить работу и место жительства. Вот это посвященность. Задумайтесь, какие из известных вам церквей, кто из знакомых вам людей смог бы оставить работу, продать дом, забрать детей из школы и фактически начать все с нуля в новом месте? Церкви с выраженным миссионерским уклоном, церкви с акцентом на благовестии, на организации церквей способны к таким решениям. Они способны побудить и подготовить своих членов к выполнению этой миссии. Внешне это действительно походит на освоение новых территорий эмигрантами. Христиане оставляют все, перебираются на неосвоенное пространство и образуют там ядро новой церкви. Они вырабатывают общее видение и максимально используют все преимущества коллективного труда, столь полезные на первоначальном этапе. Следующий подход называется нестационарным или краткосрочным. При таком подходе основатель не поселяется в том месте, где планируется новая церковь. То есть постоянно в этом поселке или городе он не живет. В чем-то эта стратегия сродни апостольской. Миссионер приезжает на пару недель, а затем снова уезжает. Через пару месяцев возвращается, но опять-таки на несколько недель, а потом снова уезжает. Такой подход чаще всего используют в странах, доступ в которые серьезно ограничен и где иностранцу крайне сложно найти работу. Кроме того, он требует воспитания лидеров из числа простых прихожан, так как сам основатель, человек приезжий и надолго в этом городе, где находится церковь, не задерживается. С одной стороны, зависимость общины от местных руководителей это своего рода преимущество, положительный момент, но с другой непростой способ организации церкви. Некоторые организации выбирают для этой миссии мобильную команду основателей. Не увольняться с работы, не продавать свои дома этим людям не нужно. Они приезжают всего лишь на месяц, проводят евангелизацию, рассказывают о Христе в школах, организуют концерты, благовествуют в публичных местах, устраивают детские программы. Это своего рода евангелизационный блиц городского масштаба. Проводится он в расчете на то, что за эти несколько недель кто-то из людей обратится к Богу и впоследствии, немного окрепного в вере, образует ядро новой церкви. Но для того, чтобы она продолжала развиваться, нужен пастор, пусть даже приезжий, который бы заботился об этой пастве, помогал возрастать в познании Бога и укрепляться в вере. Бывают случаи, когда в городе уже есть христианская церковь, а за городом формируется небольшая группа верующих. Так вот, пастор церкви может время от времени посещать эту группу, пока она не оформится в самостоятельную общину. Иначе говоря, пастор оказывает попечение, не переезжая на новое место, а лишь регулярно посещая своих подопечных. Допустим, путь до новой церкви занимает у пастора час, и он приезжает только по воскресеньям в вечернее время, еженедельно. Параллельно с этим он обучает лидеров и готовит их к служению. Вот так, по сути, он помогает в организации новой общины, не меняя своего места жительства. Такой вариант, когда формирование церкви происходит под руководством приезжего пастора, используется довольно часто. Еще один вид основания церкви с нуля — это международный проект. Он целесообразен в тех регионах, где деятельность христианских организаций очень ограничена. Возьмем, для примера, Турцию. Это мусульманская страна. устраивать в ней христианские собрания дело непростое. Да и самих христиан там мало. В этих условиях один из возможных вариантов организовать международную церковь для англоговорящих людей, тем не менее открытую для всех желающих. В больших городах, мегаполисах, как правило, проживает немало лиц иностранного происхождения, и многие из них говорят на английском. Конечно, такие люди будут рады открытию в городе церкви для англоговорящих. Понятно, что ежедневно вокруг них будет звучать арабская, турецкая или, возможно, даже русская речь. Но вот появляется международная церковь. Причем в мегаполисах формируется она довольно быстро по причине значительного количества в них иностранцев. Тем не менее, есть в этой стратегии свои трудности. Как вы думаете, какие? Особенно если учесть, что главная задача этой церкви привлечь в свою общину именно местное население, а не только иностранцев и иммигрантов. Для этого ей, в конце концов, придется перейти на местный язык. Ведь количество англоговорящих людей все равно будет ограничено. Поэтому рост общины будет напрямую зависеть от способности достигать Евангелием большей части населения города, говорящей на своем родном языке. Вот почему в какой-то момент церкви придется плавно сменить статус международной на статус национальной. А это не всегда просто, поскольку тем, кто присоединился к общине именно по языковой причине, может не понравиться, что в итоге служения стали проводить на русском, турецком или каком-то ином языке. С этим, собственно, трудности сопряжены. Их решения порой находят в организации двух богослужений на разных языках, английском и родном, для той страны, в которой церковь находится. Вторая потенциальная сложность — это инаковость такой общины, ее культурное своеобразие, что неудивительно. Ведь и создавалась она первоначально для иностранцев и иммигрантов. И звучал в ней первоначально иностранный язык. В ней все в ином стиле. Музыка и само служение, как в плане продолжительности, так и в плане дня проведения. Это другая церковь. Так вот, местный житель приходит, и даже если он говорит по-английски, чувствует себя там не в своей тарелке. Традиционно христианство считается западной религией, подходящей для европейцев и американцев. А мы арабы или индийцы, китайцы или средние азиаты. Следовательно, христианство не для нас. Если вы, иностранцы, хотите открыть здесь свою церковь, открывайте. Но нам она чужда. Кстати, в ряде стран у входа в такие международные церкви иногда по воскресеньям стоят представители власти и проверяют паспорта входящих. Правда. Своих они не пропускают. Вход в международную церковь только по заграничному паспорту. Так что, как видите, такой способ имеет выраженные ограничения. И вместе с тем, с ним связаны определенные надежды. Особенно в странах, где благовестие крайне затруднено. Например, в исламских государствах. Мусульмане неохотно обращаются в христианство, но даже когда это происходит, не всякий новообращенный захочет открыто переступать порог церкви. Другое дело международная община туда приходит в том числе и ради языковой практики. Кому-то просто интересно проверить и повысить свой уровень владения языком. Духовные вещи его не интересуют. Церковь для этого человека место общения и тренировки языковых навыков, место, где можно познакомиться и подружиться с иностранцами. С этой целью они и приходят. Изначально ни Библия, ни духовные вопросы их не занимают. Однако ситуация меняется, когда в жизни этих людей появляются друзья христиане. Интерес ко Христу у них не только возникает, но и порой перерастает в настоящую веру. Вот так Христа находят те, кто, придя в церковь сначала, его и не искал. Примеры крупных церквей, возникших как международные проекты, нам известны. Например, церковь на Голгофе в Германии была основана как международная англоязычная. И по сей день, несмотря на то, что община выросла и ныне привлекает значительное количество молодых людей, пастор продолжает проповедовать на английском языке через переводчика. Это пример успешного развития проекта. Община плодотворно благовествует немцам, которые, к слову, хорошо владеют английским, которые изучают в школах. Другой пример — Швейцария, Женева. Многонациональный город, популярность английского языка, крупная международная церковь. Еще одно преимущество данного подхода заключается в том, что такая церковь дает возможность широчайшего проявления творчества. Национальная церковь в этом смысле поставлена в более узкие рамки традиции. С ней уже связаны определенные ожидания. Правильно? Есть некие строго охраняемые нормы и правила, отступать от которых нельзя. Что же касается международной церкви, то она подобными традициями не связана, поэтому вполне может позволить себе какие-то необычные вещи. Так, в Амстердамской церкви было, например, театральное служение. Да и сами богослужения и метод благовестия обычно включали в себя что-то оригинальное. В результате к ним стали присматриваться национальные поместные общины. Смотрите, что они придумали. А ведь срабатывает. Может, и нам взять это на вооружение? И это еще один из плюсов международной церкви – оригинальность способов и методов служения, которые могут приглянуться другим общинам и стать популярными и в национальной среде. Таковы некоторые преимущества и недостатки стратегии по основанию церквей, предусматривающей организацию международных общин. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Далее перейдем к тому, что я называю косвенным основанием церквей. Что имеется в виду? Это способ, при котором группа или организация трудятся в определенном месте, не планируя изначально организовывать там церковь. Речь в данном случае может идти о какой-либо христианской организации, оказывающей, допустим, гуманитарную помощь или занимающейся каким-то социальным проектом. Пища для голодных, международная организация по перспективам мирового развития и тому подобное. Это организации, цели которых не предусматривают создание новых церквей. Они призваны кормить голодных, развивать сельское хозяйство и в целом повышать уровень жизни тех, кому они помогают. Но эти люди христиане, и пока они трудятся на своем поприще, подобный опыт мне довелось наблюдать в Румынии. когда там появилась группа из местных христиан, миссионер сказал, «А я основанием общин не занимаюсь. Я даже не представляю, как это делается». Но эти люди стали христианами, а церкви нет. Что же делать? Чаще всего сотрудники социальных проектов связываются с миссиями, которые занимаются основанием церквей, и те помогают с решением этого вопроса. Организация библейские переводчики Уиклифа формально церковные общины не организуют. Иногда им разрешают работать в том или ином регионе с ведомо местных властей на контрактной основе, но с условием, что деятельность их будет ограничиваться переводом и ликвидацией безграмотности. И на этом все. Итак, формально церкви они не организуют. Однако эти люди переводят Библию, а местные жители знакомятся с Писанием и обращаются в христианство. И тогда, помимо своей основной работы, переводчикам приходится помогать новообращенным в создании общин. Хотя изначально такая задача и не ставилась. Еще один вариант студенческое служение. Наглядный пример этого служение в Будапеште, в результате которого к Богу приходили молодые люди, и им была нужна церковь. Формат традиционных церквей со строгими правилами и устоями они не вписывались. Оставалось хотя бы собираться по воскресеньям. Как и в предыдущих случаях, первоначально ничего подобного в планы не входило. Но как только такие встречи начались, тут же возникла церковь. Повторю, евангелизационное служение среди студентов формально основанием церквей не занимается. Его представители прибегли к помощи соответствующей миссии, которая и переняла эстафету. Такой способ основания церквей получил название косвенного. Положительным моментом здесь является то, что основатель общины не является пастором. Он, как и все остальные заинтересованные люди, участвует в создании общины, внося свой посильный вклад. Основная нагрузка ложится на самих прихожан. Миссионер служит примером простого христианина, который оказывает помощь в духовном наставничестве. Таким образом, данный способ тоже оправдывает себя. К минусам можно, пожалуй, отнести недостаток планирования. Иногда решения, принимаемые на этапе организации церкви, в долгосрочной перспективе оказываются не вполне удачными, потому что они были приняты в спешке, без должного анализа и должной квалификации тех, кто их принимал. Поэтому, как и в любом другом подходе, здесь есть свои недостатки. Ну что же, я представил вам несколько вариантов основания церквей с нуля. Как видите, здесь есть определенная вариативность. В общем говоря, коллективный или колонизационный подход в свете представленного выше анализа видится мне наиболее продуктивным. ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok